Привет, привет. Обычно здесь в это время... Привет, друзья. Обычно в это время в нашем инстаграме мы включаем екатеринбургцев, уральцев, которые уехали в другие города и страны, и они рассказывают нам здесь о том, как переживают пандемию коронавируса, как переживают карантин в Америке, в Израиле. Из Италии у нас было включение, но сегодня у нас необычное включение. Здравствуйте, я один пишу к нам. Здравствуйте, всем привет. Сегодня у нас на связи инфекционное отделение 40-й больницы, то самое отделение, к которому приковано внимание всего Екатеринбурга, потому что именно в этом отделении лечат пациентов с коронавирусом. В Москве есть коммунарка, в Екатеринбурге есть сороковая. Да? Что, ребят? Поправляйте меня. Да нет, все. У нас коммунарка тоже сороковая, получается, и у нас сороковая. Коммунарка же тоже сороковая. Да, и у них сороковая, и у нас сороковая. Андрей и Женя у нас на прямой связи. Вы можете показать нам? Давайте не стесняйтесь, свои вопросы смотрит нас, я знаю, не только Урал, не только Екатеринбург, смотрит нас вся страна. Конечно, всем интересно, как лечат пациенты в инфекционных отделениях, что думают пациенты обо всем, что происходит, и в информационном поле в том числе. Добрый вечер, так, могла бы и представиться, пишут мне. Меня зовут Александр Маклаков, реактор портала Е1, а у нас на связи из сороковой больницы Андрей и Женя, парни, здоровье, пишут вам. Красота наша. Так, вот, ребят, вы показали нам видеть, как надо. Во внутренней дворе. Покажите палату, покажите, проведите нам экскурсию, расскажите. Руссы мои, ты пуляешься, меня вообще. Вот, рабочая обстановка. Вот Женя на кровать. Вот наш шкафчик. Человек двое у нас в палате ведет. Это нормально, что двое человек? Я была уверена, что на самом деле инфекционные боксы индивидуальны. Нет, у нас тут, получается, палата для троих рассчитана, но у нас двое. Ну и, скорее всего, двое останется. Вот специальное окошко, куда нам передают пищу, то есть врач приходит, передает нам пищу, мы забираем ее и закрываем дверь, соответственно. Отдельная мусорка для нас. Вот только сюда все скидываем. Это для врача, халат, халат врача, халат уборщицы, где они моют руки и так далее. Чем занимаемся на лечении? Да, ничего не делаем. Я чешский начал учить. Вот так вот. Спрашивают много, какие симптомы, какие признаки. Выздоравливаете, что пьете. Ребят, расскажите свою историю. Попадание в сороковую больницу. Ой, ну изначально я вернулся из Белоруссии, появился уже в самолете, появился первый признак, першение в горле почувствовал. Далее появилась температура незначительная, попытался ее как-то сбить, убрать першение, не получилось. Ну, как хороший гражданин позвонил, 112 узел скорую, в итоге забрали нас в шестерку. Ну, меня забрали в шестерку, там Женю уже, на следующий день Женю ко мне подсели. Признаки такие же сейчас, то есть насморк у меня, к вечеру поднимается температура 37,1, больше не поднимается, но вот уже не побольше температура. Как бы все анализы моча, кровь в норме у нас. Была ли отдышка? Скорейшего выздоровления вам желают все, чтобы все было хорошо, все передают привет. И про температуру вы говорите, у вас невысокая, уже не повыше температура. Как долго она держится? Что, какие препараты дают, чем лечат? Ну, пока, вот, как бы, первый день, получается, это 20, какого там числа-то, я уже не помню, 20. 27? 27? Не, не 27, у нас привезли-то, меня привезли-то, 23-го, да, получается, в больницу-то. Я обратился, получается, в 112, это температура уже 38, получается, 38,2 у меня была температура, я позвонил в 112, то есть, получается, мне приехали, забрали метики сразу, сюда определили, ну, вот, это с 23-го числа по сегодняшний день температура держится, ну, как бы, сбили ее до 37, ну, 37, 37,5 она стабильно держится, то есть она не спадает вообще. Вот вчера был единственный день, когда температуры не было, ну, 36,7 была температура, я был радостный, сегодня, как бы, температура опять поднялась до 37,5. Сколько вирусных на этаже лежит, вам очень много здоровья желают, отправляют сердечки и просят вас выздоравливайте. Про диагноз все-таки спрашивают, подтверждена коронна или не подтверждена, расскажите про все вот эти прохождения, многоступенчатые анализы. Ну, на самом деле, как бы, вот, начиная с шестерки, это, мы сдавали анализы, первый, второй анализ создавали, там, вроде, как бы, ждали очень сильно долго у нас, то есть проблема с результатами анализа, в котором мы ждем, по 4, по 5, по 6, по 7 дней, то есть приходится анализы ждать. Если приходит даже положительный, получается, результат, придет положительный результат, здесь, если будет положительный, то его определенно отправят в Милосибирский вектор, и в векторе уже сделают дополнительный анализ, проверят его на точность, да, на его уже, и подтверждение сделают конкретно, что анализ был положительный, действительно. Вам вчера пришел доктор на обходе и сказал, что анализы пришли отрицательно. Отсюда, из вектора. Понедельник, 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 это был, а, сегодня среда у нас, да, в понедельник, да, она пришла, сказала, что все, анализы, как бы, якобы, второй анализ у вас отрицательный, все хорошо, ребята, ну, вот, во вторник, получается, ровно через, там, сколько-то дней надо будет взять контрольный анализ. Сегодня она пришла на обходе. Да, в следующий вторник, получается, контрольный анализ будет брать у нас, и если анализ положительный, получается, на среду уже выпишут. Если анализ будет, ой, если отрицательный, точнее, то на среду, да, выпишут. Если анализ положительный, то этот анализ отправляет в Новосибирск, в вектор, в векторе дают подтверждение, что он действительно положительный, Ну и, соответственно, мы здесь уже остаемся на непонятное время. Чем лечат? Это самый популярный вопрос в комментариях. И второй по популярности вопрос про одышку. Есть ли одышка? Ну, одышки нет у нас только. Вот у меня вчера-сегодня кашель появился, он такой незначительный. Они лечат, нас лечили триазоверином, то есть три раза каждые сутки после еды триазоверин. В аптеках уже его мало осталось, где-то продают по рецепту его, где-то без рецепта. 10 таблеток, по-моему, 600-700 рублей стоят. А курс на 5 дней, то есть на 2 пачки как минимум покупать на одного человека. Спрашивают, почему в масках? Ходите ли вы постоянно в масках в палате? Ну и вообще про принципы соблюдения безопасности там в инфекционном отделении. Вот расскажите, какие. Мы увидели вот это отдельное окошечко, вы показали, куда приносят обеды. Да, да, доктора целиком полностью укутаны, у них шапочки, маски, халаты. То есть халаты необычные, ну не просто как халаты обычные, медицинские. У них получается такой материал, который даже ноги обволакивает. То есть делают у нас обувь, у них сплошной комбинезон, можно так сказать. Ну, конечно, перчатки. В очках вроде кто был? В очках, в очках. Все в очках ходят, да, то есть подготовленные. Вот сегодня только женщина заходила, нам белье меняли, без перчаток и, ну, с маской, да, она была. А без перчаток мы удивились, какая-то очень храбрая женщина заходила. Но потом на третий раз, когда она заходила, перчатки все-таки надела. А как часто делают сам обработку палаты, спрашивают нас. Вы из ЕКБ? Да, из Екатеринбурга ребята сейчас находятся в 40-й больнице, в инфекционном отделении, где, собственно, лейтинг пациентов с коронавирусом. Про обоняние, про обоняние скажите. Чувствуете ли запах? Обоняние, мне все хорошо, все чувствуем. То есть таких основных признаков коронавируса у нас нету. То есть ни кашля такого, ни одышки, легкие не болят, только температура повышена. Вот сейчас померил 37,4 у меня первый раз, наверное, за все это время, когда я тут лежу, такая температура. Сколько людей в отделении, говорите правду, требуют зрители. Есть понимание, представление, сколько людей сейчас находится в инфекционном отделении? Ну, по нашей информации, по нашим впечатлениям, в больнице находится больше людей, чем СМИ сообщают нам об этом. То есть день мы в окошко постоянно не смотрим, но нам тут прекрасно видим, куда привозят людей с коронавирусной инфекцией. Ну, или с подозрением, да, не факт. Да, то есть приезжает скорая помощь, и мы его... Сегодня привозили? Кого? Сегодня, да, конечно, привозили. Вчера пять машин тут было вечером, по-моему, да. Вертолеты летают, я тоже это слышал. Ну, не факт, конечно, что это с коронавирусом. Вот, но много приезжает, да. Вы говорите больше, чем пишут в СМИ. Ну, вот официальная информация на сегодня... Вы знаете, мы сегодня для удобства на Е1 запустили такую специальную информационную строку, которую мы будем обновлять каждый день со свежей информацией по ситуации в Екатеринбурге, в Твердловской, в России и в мире по коронавирусу. И вот у нас была последняя информация, 33 человека. Ну, возможно, тут, конечно, с подозрением еще возят. Ну, скорее всего, с подозрением и самим коронавирусом. То есть, возможно, конечно, и соответствует, но возят людей действительно очень много. То есть, мне кажется, скорой помощи, ну, 10-20, наверное, машин. День-то точно есть. Ну, потому что мы постоянно в окошко не смотрим, в основном, спим. День-20 машин скорой помощи привозят. Ну, приедет, и я так думаю, да. Нет никакого коронавируса, пишут нам в комментариях. Это все гон. Расскажите, как вообще следить и выздоравливать, и выздоравливать, и выздоравливать. Ребята, и вот присоединяйтесь к каждому. Вот тут спрашиваю, смертельный случай есть? Нет, мы спрашивали сегодня у докторов, смертельных случаев в 40-го больнице, по-моему, не было, да? Лежат два пациента, как мы поняли, тяжелые больные на ИВЛ. Ну, это вот как раз женщина, вот это, Заречного. Да. Да, 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 да. Ну, это дикая история про женщину из Заречного. Мы вчера говорили с вашей начальницей, с руководителем инфекционного отделения, замглавврача по инфекционной службе 40-й больницы, и она возбучалась, как в Заречном, небольшой закрытый город, отреагировали люди на появление пациента с подтвержденным коронавирусом, что там началась травля. И еще одна история произошла в Белоярке, только что буквально у нас вышел на Е1 материал, люди готовы вот просто камнями закидать. Не боитесь сейчас выходить? Сейчас вот найдут Андрея, найдут в Инстаграме. Нас не узнают, мы маска. Вино сухое можно, не знаю, нет. Не пьем, спрашивают, пили, нет, нет, не пили мы. Но я узнала только, что у врачей в 40-й, что вам можно отправлять. Нам предлагают, вышли на нас бизнесмены, которые хотят цветы отправить вам. Сразу в Инстаграме тогда, что у нас цветы-то. Да нет, спасибо, конечно, но цветов не надо. Расскажите, пожалуйста, про... Что вы думаете по всей этой истории с травлей, с тем, как реагируют люди, с тем, что в Заречном началось, с тем, что в Белоярке? Ну, как вы говорите? Плохо это. Да, так делать плохо. Нет, по-разному это, как бы, смотрите, это зависит от человека же, правильно, сколько у людей, сколько у людей. Ну, в основном люди обожрены из-за того, что, как бы, государство их сейчас, в данный период времени, не поддерживает. Но я имею в виду, да, если мы посмотрим на Америку, на другие какие-то европейские страны, что у нас есть поддержка тому же самому карантину. Если людей закрывают на карантин, дома говорят, сидеть и никуда не выходить, тогда, ну, платите мне на это деньги, да. Уберите квартплату, потому что такая ситуация в России. Поддержите тогда малый и средний бизнес. Поддержите людей. В Америке выделяется 3400 долларов на семью из четырех человек. Это получается по 850 долларов на одного человека. Грубо говоря, 66-68 тысяч рублей, ну, при нашем курсе сейчас. Ну, это, как бы, приличная сумма за месяц. У нас же правительство сейчас говорит об одном, что, ну, вот Собянин выдвигает такую историю, что мы выделим деньги людям, которые останутся без работы. 19 900 рублей мы будем платить до сентября месяца. Ну, грубо говоря, да. Когда он потеряет. Так это еще надо подтвердить то, что ты безработный. Ну, то есть это никакая не поддержка от государства. А по вашему государству вообще есть? Если бы вы дома сидели, и чтобы не было такой травли, вы сделаете тогда все для этого условия соответствующие. Ну, это возможно в тех случаях, кто действительно, у кого запущена стадия этого коронавируса, кому требуется ИВЛ, действительно, да, возможно, это будет стоить дорого. А по поводу еще вот цветов, которые бизнесмены предлагают, вот мы эту девушку пишем, пусть врачам лучше отправят. Да, 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 пускай уже врачам сделали. Они стараются, они... Да, и здесь в первую очередь надо, да, задуматься. Остальным людям, которые нас сейчас смотрят, да, и просто задуматься о том, что... Ну, тут такая, опять же, двоякая ситуация, да, и политика включается, и Минздрав как бы работает, и вообще вся система, она в принципе у нас не налажена, да. И это сейчас говорит о сломанной нашей системе вообще в принципе. Вот, о чем... Вот, это просто... Расскажите, пожалуйста, про врачей, про врачей в отделении, про своего лечащего врача. Потому что, ну, нужно доносить до людей, что это... Вот доктора, медики все от бригад скорой помощи до тех инфекционистов, которые в отделениях работают. А это настоящие герои, которые сейчас на передовой, которые все взяли, всю нагрузку на себя. Расскажите про своих врачей. Про что? Про врачей наших рассказать. А, из отделения именно? Да. Они молодцы, я только вот, я говорю, я всегда... Я только, когда они заходят, я им говорю спасибо. И когда уходят, я говорю им спасибо большое. И кто к нам в палату заходит, то же самое, кто вот у нас постоянно здесь дезинфекцию производит, женщина, каждое утро она приходит, убирается у нас. Я всегда говорю, здравствуйте, спасибо большое за ваш, как бы, труд, то, что вы, ну, как бы, делаете большое вообще дело общее. Ну, и, как бы, ну, я не знаю, как это еще по-другому выразить. Да, поддерживаю врачам большое. Спасибо, врачи, молодцы. Они, конечно, нам, ну, к нам не так часто заходят, потому что у нас действительно состояние хорошее, но я уверен, что они сейчас у тяжело больных пациентов. То есть, по максимуму грамотно распределяют твои силы. Расскажите про вот эту историю с карантином, с самоизоляцией. Ваши друзья, знакомые соблюдают этот режим? И как вообще к этому относитесь? Мы вчера просто делали репортаж, наш фотограф Артем Руссюжанин просто прокатился по Екатеринбургу, и он увидел гуляющих, он увидел компании, которые собираются, что где-то вы что-то выпивают. Ну, я смог до своих друзей донести, что, ребята, давайте лучше посидим две недельки дома, соблюдайте все меры, посоветовал, какие таблетки им пить, чтобы перчатки купили, маски купили, по максимуму все требования. Ну, то есть, если вы хотели, прям по минимуму, именно для каких-то там, не знаю, прям, очень сильных нужд, так сказать. Только магазин или работа, возможно, осталось, но у меня убеждены. Да, работа-то остается, да, на первом месте, это никто никуда не выбирает, просто даже сам работодатель некоторых людей ставит такое положение безвыходное, да, либо ты потеряешь работу свою, либо ты сидишь дома, выбирай. Ну, это как бы не от большого ума, скорее всего, исходит. Ну, и опять же, мы говорим о поддержке здесь, да, со стороны правительства. Маски купили в педикюрном салоне. Где? В педикюрном салоне маски купили. В аптеках уже больше нет. Таблетки 3, заверим. 52 рубля за что-то покупаем. 52 рубля за что-то? Маски в больнице нет, ее дают, нам уже бесполезно продавать, это мы сейчас только их надели, чтобы особо нас не примитили. Три азаверим таблетки. Укола нет никаких. Нет, ничего нет. А учитесь или работаете, спрашивают в комментариях. Расскажите, чем занимаетесь? Работаем. Таблетки, повторяю еще раз, три азаверим. Три азаверим. Да, в любом случае нужно понимать, что все таблетки должен назначать врач, потому что никакого самолечения не надо уже. Знаете, ходят страшилки про то, что люди покупают антибиотики и сами себе их назначают, начинают пропивать в целях профилактики. А, да, кстати, еще большой совет, ну, возможно, все уже знают об этом. знакомый из Испании подсказал, купите себе, если найдете, о, че, как он называется? Че я ем там постоянно? Имбиря вот забыл. Имбирь купите и в чай добавляйте его, жуйте его тоже на сухомятку. Говорят, имбирь в Испании немного не помог. Может, это байка, конечно, но бесполезно это точно не будет. Говорят, в некоторых магазинах цена за имбирь сейчас до тысячи, тысяча двухсот даже рублей доходит. За две тысячи уже видели, да, за один килограмм. Сами, сами мне вот купили знакомые, ну, знакомые родственники, уже тысячу двести, по-моему, говорили. Ну, очень дорогой имбирь сейчас, да. Расскажите, про свой режим дня, расскажите, что, как он строится, что вы делаете в палате? Начинается с семи утра. Спрашивали зрители, гулять можно? Нет, нет, конечно. Максимум, вот у нас есть свой квадрат, вот мы тут и передвигаемся. Утро начинается с... Утро начинается со стука врача. Вы смеетесь. Врач стучит, спрашивает, показывает так, либо так. Это означает то, что мы должны померить температуру были в семь утра и показать ему тут. Это нет у нас температуры, это у нас повышенная температура. Ну, а дальше завтрак, обед, ужин, ну, и все. Как обычно в обычной палате. Ну, то есть температуру вы меряете сами, врач просто интересуется? Да, ну, то есть заходит, сама спрашивает, то есть, если повышенная, то повышенная, то она записывает, уже в себя фиксирует, если нет, то нет, ну, как бы вот так. Ну, у меня с утра по-другому, как бы он маленько начинается день, я с утра пораньше просыпаюсь, да, и уже где-то к восьми часам мы от работы собираемся, через Zoom созваниваемся со своими ребятами, и то есть зарядка у нас с восьми до девяти часов. Ну, чтобы, чтобы маленько как бы себя в форме держать. Когда поступали, была ли температура, имбирь курить предлагают, еще пишут, что нет уже нигде имбиря. Они подставны или эти ребята, ребята, как доказать, что вы не подставны? Подставны. Подставны, конечно. Максимум, мы можем еще раз дойти до окна в инфекционном отделении сороковой, все, кто живет в Екатеринбурге и когда-либо был в больнице, узнают, что, да, действительно, репортаж идет из сороковой больницы, включение. Правда, за окном у нас в Екатеринбурге уже темно. Ну, вот, нет, у вас там еще светло, нормально. Так-то видно, что они. Вы знаете вообще, много ли молодых спрашивают нас тоже? Покажите палату, палату покажем, справку, пожалуйста, предъявите в комментариях нам. Палату покажите, справку покажите, все покажите, предъявите, все. Все нормально, у нас все рабочие, рабочие все, но, не знаю. Вот такая палата. Это, естественно, окно. Окно, за ним, собственно, вот видно коридор уже это отделение. Да, само отделение. А здесь должна быть какая-то дежурная сестра, кто должен быть? Ну, да, но она уходит, потому что она там своими, там, как бы еще в более тяжелом состоянии есть пациенты, она с ними там занимается больше. Курорт прям, в общем, одобрили, одобрили зрители, в вашу палату. Все хорошо, курорт. Расскажите, что хочется еще, давайте поотвечаем на вопросы. Ребята поправляетесь, просят, лежат с простым вирусным гриппом, здоровье вам, хорошо, что вы так оптимистичны. Навещают ли чиновники? Какие-то гости в отделении ваши были? Гости? Гости в отделении? Гости в отделении? Ну, я не знаю, я знаю точно, что мэр приезжал, но в отделение его, по-моему, так и не пустили. Нет, насколько я знаю, как бы вообще никого не было. По крайней мере, к нам точно никто не заходил. Мы бы это сразу бы увидели у себя вот здесь в окно, да, которое я показывал, в любом случае. Если что-то, какая-то движуха происходит, нам становится сразу интересно, мы бежим смотреть либо туда, либо в окно на улицу. То есть, либо там скорая приезжает, кого-то привозит, да, либо здесь у нас по отделению там кто-то бегает, там, ну, я имею в виду, из врачей, да, кому-то там, может быть, там плохо стало или еще что-то. Спрашивают, хочется ли вкусняшек. Я думаю, что мы сейчас можем вам организовать здесь доставку всяких вкусностей в вашу палату в 40-й. Как вам вообще привозить посылки? Можно оставить и сказать номер палаты? Так, у нас первое инфекционное отделение, 40-я больница, но нам ничего не надо, у нас весь шкаф забит вкусняхами, там родственники все привозят, им большое спасибо, всем привет, они явно нас смотрят. Друзьям, знакомым, всем большой привет. А так, 227-я палата. 227-я палата, чего же надо. Про симптомы уже скажите, люди подключаются к эфиру, еще раз просят про симптомы. Ну, вот тогда, еще раз коротко, про самочувствие сейчас, про симптомы, с которыми были госпитализированы в больницу. Все началось с добровольной самоизоляции, правильно я понимаю? по приезду из Белоруссии. Да, из самоизоляции добровольной. У меня началась температура, 19-го числа я прилетел из Минска, и температура поднялась 23-го числа, 38-го, и 2,38-3, по-моему, вот так температура поднялась, то есть появился кашель, но, естественно, как бы, я на это обратил внимание, сразу позвонил 112, потому что я находился на самоизоляции. Ну, от этого все, отвезли меня, приехали сразу, забрали меня в шестерку, в шестерке посидели, вот один день я побежал один, даже не один день, а шесть часов, подселили к Андрею, с Андреем уже вдвоем были в палате, и получается, потом уже молодого человека третьего нам подселили, который прилетел из Лондона, в которого все-таки нашли коронавирус, да, и с которым мы общались на протяжении двух дней уже, но мы об этом не знали. Когда узнали, какая была реакция? Да, ну, уже как-то, уже было все равно, ну, ну, заразились, заразились. Я говорю, что изначально, я думал, что, как бы, из всех вообще, кто там присутствовал, да, я думал на себя, что у меня вот почему-то коронавирус, потому что у парней вообще никаких симптомов не было. У меня температура повышенная получается, да, больше 38, и кашель, да, присутствовал, ну, то есть, как раз инкубационный период этот прошел 4 дня, как и все это говорится, да. Ну, как-то. Как ваши родные, как общаетесь с родными, как они всю эту ситуацию переживают? Я так понимаю, что родные переживают вообще все это гораздо сильнее, чем вы сами, и как вы их успокаиваете? Ой, они очень, очень сильно переживают, как я сообщил, что мы 2 дня прожились с коронавирусом, ну, с человеком, у кого коронавирус, сразу слезы начались, ой, все, как дальше жизнь, почему так, ну, за нас действительно очень сильно переживают, так что, еще раз говорю, не переживайте, все с нами хорошо, всего лишь небожая. Выписку видели из отделения, уже, по нашим данным, уже 7 человек выписали. Ну, выписку-то мы не можем точно сказать, выписка этого была или нет, но вот иногда к нашей стойке подходят, у нас получается, вот за окошком стол, я думаю, вот там вот и выписывают, подходит, пару человек видели, кто без масок уже был в коридоре, непонятно, конечно, почему без масок, ну, вроде, на лице счастья было, значит, реально выписывают. Про возраст все-таки, как много молодых, как много взрослых, есть какое-то у вас вообще понимание, кто лежит? Без понятия вообще, ну, в шестой больнице в основном девушки были, ну, средний возраст, лет 30, наверное, то есть и молодые были, и уже за 40, тоже. Где лондонский сейчас, спрашивают в комментариях. Может быть, он смотрит сейчас эфир, я не знаю, без понятия. Отзавись. Он в другом, да, инфекционном отделении, он не в нашем отделении находится. Отзавись, хоть пообщаемся, спросим, как дела у тебя. Но мы зла не держим, просто реально интересуемся, а сейчас положительно у нас случилось. Сейчас немножко страшно стало, как вы предложили отозваться. Честно говоря, я бы не отзывалась. Да нет, реально мы, со всеми бывает. Ночью в палатах тихо или кто-нибудь музыку слушает? Вообще, есть какие-то ограничения, что можно, что нельзя? В палатах тихо ограничения. Ну, тут у нас есть сводка правил. Вещи стирать нельзя у нас на батареи вывешивать, курить, понятное дело. Курить, пить, ну и все, как бы, соблюдать, как бы, само лечение нужно заниматься. Как вам что-то встает в палатах, спрашивают в комментариях. Пожалуйста, буду. У нас тут не палатки, извините, пожалуйста. Нужно было утром спросить. А кому не знали, что нас вызовут в прямой эфир? Ребята, вы не отключились, нет? Нет, мы не отключились. Давайте закругляйтесь, потом будем обсуждать это. Ладно, ладно, хорошо. Подождите, а я могу попросить, нет персонал, чтобы не было никаких санкций в отношении вас? Что, ты пойдешь? Еще раз, нет, нельзя с персоналом, видишь, заругались немножко. Все, ладно, нам действительно пора выключаться. Ребята, пожалуйста, напишите, что все хорошо, спасибо вам большое, мы все желаем вам здоровья. Палату показывали, эфир сейчас сохраним, можно будет его посмотреть. Если начнутся какие-то проблемы, ну ведь вам не запрещали выходить в прямой эфир? Не запрещали? Ладно, все, давайте всем до свидания, берегите себя. Я сейчас переживаю и жду от вас новостей. Хорошо, ладно. Давайте на связи. С нами на связи были два пациента из инфекционного отделения с роковой больницы, такой необычный эфир. Мы хотели показать, что все это не страшно, что действительно в хороших условиях пациенты в инфекционном отделении находятся, их лечат, они довольны тем, какую помощь им оказывают врачи. На самом деле, ребята прям фанаты врачей. Еще один эфир у нас будет чуть позже, через полчаса мы поговорим с уральцем, уехавшим в Таиланд, который сейчас переживает пандемию там. Спасибо большое, что были с нами, далеко не уходите, эфир оставляем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok